Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре 30 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа «Фрэш-новости» и мы начинаем. 12 градусов и кратковременные дожди ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. А вот свидетелями уникальных природных явлений стали жители Гомельщины в 2013 году. Тогда температура воздуха поднялась до 13,8 градусов Цельсия. Не менее удивил 1956 год, когда температура воздуха опустилась до отметки минус 7,8 градуса Цельсия. Сегодня в 17.00 в литературно-художественном салоне встречи на Замковой в Центральной городской библиотеке имени Герцена состоится творческий вечер поэтов Софьи Шах и Изяслава Котлярова и бьются сердца в унисон. Софья Шах – белорусскоязычный поэт, член Союза писателей Беларуси, автор более 20 поэтических сборников. Изяслав Котляров – поэт, переводчик, член Союза писателей Беларуси и Союза российских писателей. На творческом вечере авторы представят свои недавно вышедшие книги лирики, «Сияющая милость» Софьи Шах и эхо Зова Изяслава Котлярова. В мероприятии примут участие поэты, писатели, творческая интеллигенция города, друзья и читатели библиотеки. Вход свободный. Воркаут-площадка откроется завтра в Гомеле. Новый объект появится на территории средней школы номер 45. Строительство воркаут-площадки проходило в рамках реализации инициативы «Рух дворовых гульня» в проекта «Белмет» в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. Воркаут – это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта. Включают в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях. Основной акцент делается на работу собственным весом и развитием силы и выносливости. Для школьников Гомеля в период осенних каникул будет действовать акция. В маршрутках можно ездить по предъявлению фликера. Об этом сообщила Гомельская областная госавтоинспекция. Она проведет профилактическую акцию «Фликер вместо проездного». К слову, акция распространяется только на учащихся первых-четвертых классов и направлена на обеспечение безопасности детей и подростков в темное время суток. В Гомеле в октябре проходят информационно-образовательные акции по профилактике болезней системы кровообращения. Уже завтра медработники ждут вас с 13.30 до 15.30 в магазине «Соседи» по адресу улица Черноморская, 13. Всем желающим специалисты измерят артериальное давление и дадут индивидуальные консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и достаточной двигательной активности. Кроме того, можно будет рассчитать индекс массы тела и научиться правильно измерять давление самостоятельно. Выставка «829 дней» открылась в областном центре во дворце Румянцевых и Паскевичей. Она приурочена к 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 26 ноября. В основе экспозиции, повествующей о днях оккупации, документальные источники и сфондов музея, фотоматериалы и документы из частных коллекций, Гости выставки смогут увидеть, каким был Гомель во время оккупации, как воля к жизни и смекалка позволяли людям выжить. Прикоснуться к истории тех трагических событий можно будет до начала декабря. Людям, которые постоянно занимаются умственным трудом, необходима глюкоза, потому что, насколько известно, быстрые углеводы помогают мозгу лучше реагировать на бесконечный поток информации. А вот трюфели – особый вид грибов, также хороший энергетик для мышления. Как утверждают ученые, трюфели – это залог постоянного генерирования идей. Свойства деликатеса раскрыты в ходе нового эксперимента. Ученые на протяжении долгого времени изучали влияние маленьких доз трюфелей на активизацию мозговой активности. Стоит сказать, что сам эксперимент проходил не в лабораторных условиях, а в обычном быту. Ученые наблюдали за тем, как быстро люди реагируют на изменения информации и насколько быстро могут выполнять поставленные перед ними задачи. В итоге специалисты пришли к выводу, что малые дозы трюфелей улучшают мозговую активность. Ученые из Дании провели небольшой опыт, и оказалось, что морская капуста – это новая панацея от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование не было направлено на изучение полезных свойств конкретно морской капусты. Ученые пытались понять, что именно из продуктов может помочь побороть болезнь. Исследователи провели опыт, где одни испытуемые питались морской капустой, а вторые – нет. Так вот, те люди, которые на момент испытания постоянно ели морскую капусту, значительно улучшили свои показатели по сравнению с теми, кто ел другие продукты. По словам ученых, все дело в том, что этот продукт обладает таким комплексом витаминов, что способен укреплять стенки сосудов. Но также в этом есть небольшой нюанс – этот продукт нужно употреблять абсолютно каждый день. Зачастую, когда время приближается к ночи, организм начинает испытывать дикое чувство голода. В такие моменты совесть мучает подойти к холодильнику и наброситься на еду. Однако американские специалисты нашли решение данной проблемы. Например, творог является тем продуктом, который при поздних перекусах не наносит вреда, а наоборот оказывает положительное влияние на здоровье. Результаты исследования показали, что преимущество употребления цельного прессованного творога сопоставимо с преимуществами протеиновых коктейлей. Китай в скором времени планирует построить фабрику будущего, на который роботы будут собирать других роботов. Согласно предположениям, работа на предприятии начнется в конце 2020 года. Фабрика будет основываться на цифровых технологиях, робототехнике и передовых разработках в области искусственного интеллекта. Ученые из США узнали, что способности других людей чаще всего оцениваются выше своих. Как рассказали специалисты, когда люди заводят новое знакомство, то принижают себя в отношении собеседника. Происходит это на психологическом уровне. Человек невольно начинает копаться в себе и искать недостатки. Но, как утверждают исследователи, от этого себя нужно полностью отгородить. Это не поможет сделать ваше общение крепче или завязать более тесные контакты. В планах Китая в ближайшие годы возвести на Южном полюсе первый аэропорт на постоянной основе, который будет регулярно принимать туристические группы и исследовательские экспедиции. Согласно задумке, инфраструктура будет включать в себя взлетную полосу и воздушный терминал. Постройка будет находиться прямо на леднике, которая заполняет поверхность Антарктиды. Помимо этого, в процессе создания придется согласовать периодические полеты со странами, которые смогут оказать поддержку для временных посадок. Как перейти на полезное питание? Об этом пойдет сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель». Смотрите нашу передачу сегодня на Беларусь 4 в 20 часов 25 минут. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону плюс 375-33-34-22-430. Я, Павел Михнов, желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь свежими и бодрыми, и вам обязательно улыбнется удача. Субтитры подогнал «Симон»!